Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах! Продолжаем работать с текстами пророчества. Сегодня мне бы хотелось пророчество о России связать с Богодуховенными текстами и обозначить вам элементарные вещи, поскольку на сегодняшний момент я понимаю, что многие люди далеки от понимания имени Бога. И вот эти пророчества, они очень часто искажают понимание Бога в сознании людей по той простой причине, что люди пытаются каким-то образом уйти от истины, поскольку в первую очередь многие не читают Богодуховенные тексты, во-вторых, буквально понимают те строчки пророчеств, которые есть в наличии. Давайте начнем с предсказания монаха Ранниюнера, которое было сделано в XIV веке. В северной стране атлантов появится новая универсальная религия огня и света. Религия солнца, в скобочках огня и света, в XXI веке познает победоносное шествие и опору и себе она обретет в северной стране киперпореев, где она будет явлена в своем новом качестве. Обратите внимание на фразу о том, что она будет явлена в новом качестве. Дело в том, что на основании этого пророчества в нашей стране возникло неоязычество, и на сегодняшний момент просветает идолопоклонство, и многие из людей не могут для себя определить имя Бога. Для кого-то это Бог Ра или Бог Солнца, Бог Огня. Но на самом деле, кто сотворил эту Вселенную? Господь, Бог Вседержитель. И когда мы говорим о религии, давайте начнем с этого понятия, то, в принципе, подразумеваем манипуляцию человека над человеком в области духовного. Ну, мне бы хотелось, чтобы мы сейчас с вами говорили не о религии огня и света, а говорили об особом вероисповедании, которое связано с понятием огонь и с понятием свет. Дело в том, что вот эти термины, они в текстах Библии являются не просто какими-то названиями явлений или объектов Вселенной, а являются аллегоричным понятием славы Божией. И мне бы хотелось сегодня прочитать те цитаты, которые связаны с понятием свет, с понятием огонь, и объединить эти термины с именем Господа Бога Вседержителя. Итак, эта религия или это течение, это вероисповедание обретет свое новое качество в стране гербербореев. Мои дорогие, что это за новое качество? Это новое понимание тех аллегорий, которые даны в богодуховенных текстах. И сегодня мы над этой аллегорией огонь и свет поработаем. Давайте начнем с того, что люди издавна поклонялись идолам. Идолы у нас бывают рукотворные и нерукотворные. К нерукотворным относятся всевозможные творения и, конечно же, явления. Явления природы. Я сейчас говорю, к примеру, о Солнце, которое является планетой Солнечной системы. Я сейчас говорю об огне, который является стихией. Такое объяснение огня мы находим в натурфилософии, либо в оккультизме, в эзотерике. И если мы будем говорить об огне как о процессе, то это, конечно же, интенсивный процесс окисления, который сопровождается выхлопом тепловой энергии и, помимо этого, конечно же, излучением, которое находится в видимой части спектра. Ну, а теперь давайте разберёмся, что такое свет. В физической оптике это электромагнитное излучение, которое воспринимается человеческим глазом. Но мы с вами уже неоднократно говорили о том свете, который является невидимым, невидимым или невоспринимаемым посредством глаза. Я говорю сейчас о Духе Святом, об эфире, как его обозначили учёные, или об эфирном ветре, или о матрице. И то, и другое является проявлением славы Божьей, которое описано в богодуховенных текстах. И очень интересно в пророчествах обозначен Творец Господь Бог Вседержитель. И, видимо, невидимый встанет у престола. С одной стороны, мы можем связать Вседержителя со светом, который видим. С другой стороны, конечно же, со светом живым, который находится за пределами наших зрительных возможностей. И вот сейчас я вам хочу засчитать цитаты из богодуховенных текстов, где всё-таки описывается слава Господу Бога Вседержителя. И речь, безусловно, в этом пророчестве идёт о нём. Есть и, помимо этого, другое понимание света. И мы с вами, конечно же, уже об этом говорили. Если мы обратимся к текстам Евангелия, то там свет связан со знаниями, с законом, с заповедями, с истиной, с Иисусом Христом, который приходил с этими знаниями. Но давайте всё-таки начнём со Вседержителя, с того, как он описан в текстах Библии. Итак, мои дорогие, перед нами книга пророка Езекиелия. Я буду читать цитаты из первой главы, буду читать их выборочно. И в них должны присутствовать те термины, которые мы с вами обсуждали. Понятие свет и понятие огонь. И я видел, и вот бурный ветер шёл от севера, а великое облако и влубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из среды его как бы свет пламени из средины огня. И из средины его видно было подобие четырёх животных. И таков был вид их, облик их, как у человека. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. Я не буду дальше читать эту цитату, поскольку нас интересует, в первую очередь, конечно же, внешность Бога. Итак, следующая цитата, тринадцатая. Здесь тоже мы видим подобие света и огня. И вид этих животных был как вид горячих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простёртого сверху над головами их. А под сводом простилались крылья их прямо одно к другому. И у каждого были два крыла, которые покрывали их, и у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего. Сильный шум, как бы шум в воинском стане. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нём. И видела я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг, и от вида чресло его и выше, и от вида чресло его и ниже. Я видела как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. И в каком виде бывает радуга? В облаках во время дождя такой вид имело это сияние кругом. Вторая глава, первый стих. Такое было видение подобия славы Господней. Ну что ж, мои дорогие. Итак, значит, огонь и свет связаны с природой Бога. И это описано в Богодуховенных текстах. И вам не кажется, что мы сейчас, в принципе, обозначили для себя эти понятия в новом виде, поскольку многие не знали об этих пророчествах. Итак, мои дорогие, явление славы Божьей сопровождается ярким светом. Это и есть его особенность. Ну что это за свет? Это не только тот видимый свет, который воспринимается нашим глазом, но и, конечно же, тот свет, который мы не видим. Повторяю я и буду повторять. Речь идёт о Духе Святом. Или о свете, который не видит наш глаз. Это и есть дыхание жизни Вседержителя. Это и есть то, благодаря чему мы существуем. Давайте начнём с цитат, которые даны у нас в Псалме Давида. Поскольку Псалмы, в принципе, воспринимают все три конфессии. И иудеи, и христиане, и мусульмане. И я думаю, что, конечно же, мы начнём именно с того, что Вседержитель отличается сиянием света лица. Поэтому мы не видим его образа. Итак, Псалом под номером 4, стих 7. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица твоего, Господи. Ну а теперь, в 26-м Псалме мы находим в первой цитате то, что Господь есть свет. Господь свет мой и спасение моё. Кого мне бояться? Господь крепой жизни моей. Кого мне страшиться? Итак, Господь свет человека. Ибо у тебя источник жизни. Во свете твоём мы видим свет. Что является источником жизни? Ну, конечно же, свет. Свет, который является Духом Святым. Ну и, наконец, цитата из первого послания от Иоанна. Глава 1, стих 5. И вот благовестие, которое мы слышали от него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нём никакой тьмы. Итак, мои дорогие, с понятием свет, который относится к Богу, мы разобрались. Ну, у нас есть ещё понятие того, что закон Божий или Слово Божие является светом. Сейчас я вам найду эти цитаты. И кроме этого, Иисус является светом, как источник знаний. И мы, те люди, которые познали заповеди Божьи, которые познали Слово Божие, они тоже являются светом. Премудрость Соломона, 18 глава, 4 стих. Ибо те достойны были лишения света и заключения во тьме, потому что держали в заключении сынов твоих, через которых имел быть дан миру нетленный свет закона. Вот обратите внимание на словосочетание свет закона. Теперь ещё одна цитата. Он разливает учение как свет и как геон во время собирания винограда. Это у нас Сирах, глава под номером 24, 29 стих. Ну, а теперь мне бы хотелось, чтобы вы это слово, слово свет спроецировали на себе. Благодаря этим знаниям от Бога вы приобретёте свет немерцающий, то есть свет нетленный или свет нетления. Третья книга Ездры, 2 глава, 35 стих. Будьте готовы к воздаянию царствия, ибо свет немерцающий воссияет вам на вечное время. Благодаря немерцающему свету мы сможем перейти на новый уровень бытия, воскреснув жить только. Ну, а теперь давайте понятие свет спроецируем на те цитаты, которые связаны с Иисусом. Смотрите, как интересно. Иоанна, 9 глава, 5 стих. «Доколи я в мире», то есть пока он находится в мире, «я свет миру». То есть Иисус, пока он находится в мире, он является светом. Иоанна, 12, 35 стих. «Тогда Иисус сказал им, ещё на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идёт». То есть вот эта цитата напрямую говорит, что он является светом. Светом, который борется с невежеством. Он даёт те знания о Боге, которые необходимы людям. Иоанна, 12, 36 стих. «Доколи свет с вами, веруете в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошёл и скрылся от них. И, наконец, вспомните, как Господь Бог Вседержитель давал закон или заповеди с горы Харива для народа Израиля. Это тот закон, который они должны были передать всему человечеству. Давайте прочитаем с вами эти строчки. Второзаконие, 4 глава, 12 стих. «И говорил Господь к вам на горе из среды огня, глаз слов его выслышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять». Десяти слов я написал его на двух каменных скрижалях. «И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, к которой вы входите, чтобы овладеть ею. Твёрдо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Харивы из среды огня, дабы не развратились и не сотворили себе кумира». Я не буду дальше эти строчки зачитывать, мы с вами их читали. И я пропущу до 19 стиха. «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну, звёзды и всё, воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом». Так скажите мне, пожалуйста, мои дорогие, что это за религия огня и света, религия солнца? Конечно же, речь идёт о законах Бога, о его заповедях, о тех знаниях, с которыми приходили все пророки, которые пытались разъяснить этот закон, в том числе и, конечно же, Мессия Иисус Христос, который был светом миру, пока находится в мире. Но только вот это вот учение будет явлено в своём новом качестве. Что это за новое качество? Конечно же, мы эволюционируем. Эволюционируем на уровне сознания. То есть те люди, которые когда-то услышали всё то, о чём мы говорим, которые жили до нас, они всё-таки не обладали тем уровнем знаний о мире, и о человеке, в первую очередь, коими обладаем мы. А значит, и наше мировосприятие и восприятие закона несколько иное. И об этом мы говорим с вами систематически в каждом ролике. Потому что те законы, которые были даны изначально, они должны быть модернизированы под современного человека, под человека осознанного, осознанного, под человека, который стремится осознанно к свежевству. И уже Иисус даёт вот эти вот знания в новом свете. Он вот эти вот заповеди преобразует в две. И эти две включают всё, всё, что дано в текстах Ветхого Завета. Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот. Та основа идеологии современного общества, которая должна заменить коммунизм, это гуманизм православия. И об этом мы поговорим в следующем видеоматериале. Всего вам доброго. До следующей встречи. Это и есть Огненная Библия. Закон, заповеди, те знания, которые переданы нам Создателям для того, чтобы мы поменяли в первую очередь своё внутреннее духовное состояние для того, чтобы перейти на новый уровень физиологии. Вот в чём суть. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok